Спорт и фитнес по науке. Только логика и здравый смысл. Многие мои зрители хотели бы увидеть разбор натуральности одного атлета, который достаточно популярным стал в последнее время. И с ним недавно вышел ролик на G.O.B. Channel. Зовут его Артём Широков и он демонстрирует просто феноменальные результаты во многих упражнениях. Особенно если речь идёт про стрит лифтинг. И сегодня мы разберём его натуральность. Оценим насколько вообще это всё реально без химии. Друзья, напоминаю, что сейчас продолжает действовать акция на покупку трёх гайдов для натурального атлета. Цена на три материала всего 30 долларов. Если хотите конкретно какой-то из этих материалов, то сможете переобрести его всего за 12 долларов. Гайд о тренировках в натураху по науке позволит вам лучше планировать ваши тренировки. И позволит в целом стабильнее прогрессировать без вреда для здоровья. В выпуске на G.O.B. Channel нашему сегодняшнему герою был задан вопрос по поводу химии. Артём, ты химик? Ну, в последнее время почему-то довольно часто. Хотя раньше особо не писали. Опять же, не потому что, наверное... Ну, химик, не химик. Опять же, это задевает внутреннюю обезьяну. Кто-то смог, я не смог. Почему? На мой спокойный психику придумал красивую историю. Почему? Не потому что я лентяй, не потому что я не выполняю такой же тренировочный объём, как этот человек. Не потому что я думаю, как спрогрессировать. А потому что он читер. Видите, что он прямо не отвечает про приём химии. Скорее уходит в какую-то философию. А насчёт гормональных препаратов, какая твоя позиция? Какая моя позиция? То, что сила моя обретается в немощи. В краткосрочном периоде это резкий буст, прогресс и всё такое. В долгосрочной перспективе это проблемы и так далее. И это сравниваю как сакура и ромашка. Ромашка быстро вырастает, быстро цветёт, вкусно пахнет. Сакура долго растёт. Тогда зарастёт тысячи цветов. Красота такая, да? И дерево стоит очень долго. Вот я хочу быть сакурой, а не ромашкой. Вообще стоит отметить, что в отличие от большинства персонажей, которых я тут обозреваю, Артём достаточно образованный. Это видно по его речи и по мышлению тоже. И видно, как он относится к тренировкам, к питанию и так далее. Видно, что он начитанный и образованный в целом. Что, конечно же, явный плюс нашему сегодняшнему герою. Независимо от того, химик он или нет. И это во многом позволяет ему достигать высоких результатов в спорте. Это далеко не то же самое, что какой-нибудь Смаев, который ставит просто бешеные дозы, херачит на максимум каждую тренировку. Нет тут во многом именно вдумчивый тренинг. Представьте, что было бы, если бы Смаев тоже тренинг вдумчиво. Если же оценивать форму нашего сегодняшнего героя, то она реально хорошая. Но сказать, что в ней есть что-то химическое, я не могу. Если он на пампе и в правильном ракурсе, то можно что-то ещё там заподозрить и подумать, что он химик. Но, когда в одежде, то совсем на химика никак не похоже. Обычно у натурального атлета именно так. На пампе он может выглядеть объёмно, но когда пампа нет, то вся наполненность куда-то уходит. То есть по форме прямо на 100% нельзя сказать, что он химик. Да и форма относительно стабильная всё время. И за последние несколько лет внешний атлет особо не изменился. Что как раз таки и является признаком того, что он чист. Вот совсем другое дело спортивные результаты нашего сегодняшнего героя. Например, в подтягиваниях результат 95 кг на 2 раза. Скажу так, что это реально практически недостижимо в натураху для большинства людей. Но опять-таки, есть те, кто более одарены именно в подтягиваниях. Есть люди, которые не тренируются и всё равно умеют нормально подтягиваться. И могут там каких-то раз 6-8 сделать. Вообще не имея тренировочного опыта. Просто природа им дала такую возможность. А если такие люди ещё и начинают тренироваться, а ещё если вдумчиво и много лет, то вообще результаты просто космические в таком случае. Я максимально подтягивался с весом 40 кг. Сам при этом весил тогда под сотку. И в тот период ничего химического не принимал. У меня никакой предрасположенности к подтягиваниям нет. Да и вообще к силовому тренингу не сказать, что я как-то сильно предрасположен. И я вполне допускаю, что если бы дальше тренил, то результаты были бы намного лучше в этом упражнении. Но я сейчас не тренирую подтягивания с дополнительным весом. Периодически могу без веса делать. Я вполне верю, что человек, который тренирует подтягивания всю жизнь, может выйти на результат 90-100 кг. Опять-таки нужна определённая антропометрия. И не обязательно, что тот, кто подтягивается с таким весом, должен быть сам огромным. Андрей Кобелев тоже обладает просто феноменальными результатами в стритлифтинге. И он совсем на химика не похож. Вы посмотрите, что тут в нём химического. При этом результаты недостижимые для многих даже на балабалоидах. Даже на жёстких. Я практически на 100% верю в натуральность этого атлета. Но, как бы, называть человека химиком с такими вот показателями по мышечной массе, но язык никак не повернётся. Секрет его силы в первую очередь в наработке движения. Вполне вероятно, что и Широков тоже может показывать те результаты, которые у него есть. Наработка движения годами реально решает. Спортсмен со временем улучшает нейромышечную связь и лучше включает мышечные волокна в работу. И при одном и том же количестве мышечной массы способен со временем растить силу. Сила в натураху может расти и после 5, и даже 10 лет активных тренировок. С массой всё совсем не так. Прогресс заметен в первые 3-4 года. А дальше он настолько несущественный, что человек может годами не меняться и с трудом добавлять по полкилограмма мышечной массы за год. Или того меньше. У нашего сегодняшнего героя как раз таки это всё и заметно. По внешнему виду он практически никак не меняется внешне. А вот сила постепенно растёт. Уверен, будя на балабалоидах и увеличивая силу, то масса бы тоже росла значительно. Потому что я вижу, я не могу на 100% сказать, что Артём натуральный отец. Может потихоньку чем-то лайтовым он там и подхимичивается. Но явно не что-то жёсткое. Даже если подхимичивается, то скорее всего грамотно это делает. Мы не видим побочек. Мы не видим скачков формы. У него нет сверх наполненности и сверх массы и сухости. Он не состарился, как многие из героев моих видео. Но с другой стороны, как я уже много раз говорил, химия бывает разной. Есть анаболические стероиды, есть сармы, есть гормон роста, есть пептиды, есть ибутаморен, есть антиэстрогены, ингибиторы ароматазы и ещё много всего. Дозировки тоже могут отличаться. Не все там ставят по грамму теста как с маев. Кто-то может использовать стероидный минимализм. И вообще вы его никак не спалите. Кто-то может эффективно комбинировать эти препараты между собой, чтобы не было ярко выраженных откатов. Вариантов очень много. Могу сделать подробный ролик на эту тему. Хотя, в принципе, я уже неоднократно всё подобное разбирал на своём канале. Я не видел анализы Артёма, так как бы картина была бы более понятной. Хотя, возможно, он их сдавал когда-то. Я не настолько сильно слежу за его деятельностью, чтобы всё знать. Может, вы видели, что он сдавал анализы. Скиньте мне эту информацию. Было бы интересно посмотреть. Но пока из того, что я вижу, примерно процентов так на 70-80, я уверен, что герой нашего видео является натуральным атлетом и использует логику и здравый смысл в своих тренировках. Ну и, конечно же, я не могу не прокомментировать вот этот вот отрезок. Из натуроков что-то принимаешь? Ну, вот сегодня на АПЕПТУ. Ну, то есть он кровообращение улучшает. Ну и плюс всем известный грипп после видео с Кириллом. Ну, то есть это пантерный мухомор, красный мухомор. Они тоже улучшают такую концентрацию. Ну, опять же, они катализируют то состояние, которое ты уже имеешь. Поэтому, если ты сонливый съешь и выпадёшь спать, а если ты уже перед тренировкой разогрелся, закинул, катализируют тебя ещё больше. Использует мухоморы в качестве ноотропов. И тут, наверное, многие начнут крутить пальцами у виска и говорить «Да всё понятно, нахавался мухоморов, теперь натураха мерещится». Но скажу так, что тема во многом рабочая. У меня на моём канале о биохакинге есть ролик про лучшие ноотропы, где мухоморы на одном из первых мест, а также про мой опыт в микродозинге данной добавки. Можете ознакомиться, если вам интересно. Ознакомьтесь для начала, перед тем, как писать хейтерские комментарии. Проверьте одно мнение, а потом второе, а потом уже делайте выводы. А не шаблонно, просто используйте хейт. Многие до сих пор мне вспоминают эту тему под моими видео и пишут, что гнию на мухоморах, хотя, возможно, уже давно сгнил. И вместо меня вещает совсем другой человек. По остальному могу сказать, что наш сегодняшний герой, даже если не является натуралом, то, по крайней мере, не кричит об этом на каждом углу, как это делают другие персоны, вроде Макса Коржоса. Ну и у него каждый ролик начинается с рассказов о том, что он тренет в натураху. Смотришь так на него и понимаешь, да он сам не верит в то, что он натуральный атлет. А Широков же ведет себя довольно сдержанно. Я видел его стрим с Головинским еще несколько лет назад, и там он не выглядел как тот, кто хочет как можно больше хайпа получить. Даже наоборот, вел себя вполне скромно и сдержанно. И, в принципе, так до сих пор себя и ведет. Поэтому с большой долей вероятности, Артем Широков таки натуральный атлет. Вы можете писать свои мысли на этот счет в комментариях. И, собственно, уверен будут те, кто не согласны, будут с моим мнением. Обязательно высказывайте его в комментариях, чтобы я понимал, в чем был неправ, и на чем сделать акцент в следующем видео. Ставь этому ролику свою банку сгущенки со смесью, и не забывай писать в комментариях, кто твой любимый блогер. Чувый фитнес, да? Мой любимый блогер. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok